Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко, и сегодня я хотел бы поговорить о таком заболевании, как саркоптоз или чесотка свиней. Саркоптоз проявляется в острой, это в основном у молодняка, или хронической, в основном у взрослых животной форме. И характеризуется, собственно, чесоткой, кожными высыпаниями или дерматитами, а также прогрессирующим исхуданием. Возбудитель, чесоточный клещ, акарифорный клещ, он микроскопических размеров, так, например, длина самки составляет от 0,4 до 0,45, а толщина от 0,25 до 0,38 мм. Самцы обычно меньше самок. Ротовой аппарат самки оборудован хоботком, который приспособлен для прогрызания эпидемиса. А также на коротеньких лапках присутствуют присоски. Паразитирует клещ в эпидемисе, прогрызая многочисленные ходы, откладывая там от 2 до 8 яиц в одном месте, суммарно от 40 до 60 яиц. Одна генерация клеща при благоприятных условиях развивается от 15 до 19 дней, проходя такие стадии, как яйцо, личинка, нимфа, телеонимфа и взрослый паразит или имага. Интересно, что клещ не размножается во внешней среде, но может сохранять двигательную активность на протяжении 2 недель, а яйца могут сохраняться до 1 месяца. Что это означает? Это означает то, что обработанные животные могут вновь заражаться клещом, если не была обработана внешняя среда, то есть не была проведена дисокоризация. А также это означает, что клещ может переноситься через инвентарь, а также обувь обслуживающего персонала от одной клетки свиней к другой клетке свиней. Эпизодология или распространение возбудителя. Первично, конечно же, возбудитель попадает в хозяйство вместе со свиньми. Они могут быть латентно или субклинически заражены, а могут быть и клинические признаки. Свиньи попадают, впервые заносят клеща в хозяйство и далее уже на протяжении многих лет, даже десятилетий, клещ может жить, образуя стационарную такую среду, в которой заражаются вновь приходящие свиньи или рождающиеся свиньи. Способствуют этому антисадитальные условия, увеличенная влажность в наших помещениях, которая способствует мацерации кожи, захламленность в наших помещениях, отсутствие дезинфекции, дезокоризации. Ну, это сплошь и рядом мы наблюдаем, как и в хозяйствах, так и в частном секторе. Приходишь, бывая к людям, смотришь, помещение черное, закопченное все, окон нету или окно маленькое, как бойница, свиньи грязные, кругом все захламлено. Конечно же, в такой среде, и при том еще нету вытяжки, влажность, свинья мокрая. При таких условиях, конечно же, это благоприятные условия для развития, процветания клеща. Далее, этому способствует низкий уровень кормления, особенно неполноценное кормление по белку и по витаминам, минералам. Ну, вы знаете, особенно в частных подворьях люди вообще не дают белка, как правило, соя или подсолнечный шрот, вообще не присутствует в рационах наших свиней, потому они так и растут около двух лет. Например, люди, которые дают молоко, там хоть есть белок, у них свиньи лучше и растут быстрее. А также витаминно-минеральные добавки тоже в основном люди их не используют. Ну, тот, кто использует их, тот, конечно же, имеет намного лучший результат. Также этому способствует гельмитная инвазия. Вот, опять же, люди не обращают достаточного внимания на дегерметизацию свиней. И заглищенные свиньи, это значит свиньи с пониженным иммунитетом, пониженной резистентностью. Так, как и животные, которые недополучают, особенно белка. Потому что основа иммунитета, это иммуноглобулины и другие компоненты иммунной системы, они состоят из белков. Поросята обычно заражаются от свиноматок, причем заражаются уже в первые дни своей жизни. Свиньи заражаются от других свиней, новоприбывшие свиньи заражаются от тех свиней уже, которые были в хозяйстве. Или если даже уже те свиньи были выбиты, но, как мы уже говорили, клещ находится в помещении на протяжении двух недель. Новоприбывшие свиньи заражаются этим клещом из внешней среды. Клиника. Первые заболевания начинают проявляться в области головы, шеи, груди, холки, а далее распространяются по другим частям тела. Более тяжело переболевают поросята и более легкая форма наблюдается у взрослых животных, свиноматок, хряков. У поросят начинается сильный зуд, они чешутся о стены, о клетки, о кормушки. Далее на коже идут высыпания, красные прыщики, визикулы, которые переходят стадию папулы. Далее эпидермис утолщается, идет сильное шелушение, вся спина, кожа спины, холки покрывается черным налетом. Также этот налет далее распространяется на бока и живот животного, а также на ноги и по всему телу, переходя на морду и внутренние поверхности ушных раковин. С распространением дерматита и зуда наблюдается интоксикация, поросята теряют аппетит, теряют вес и очень быстро худеют. У взрослых животных менее ярко проявляется заболевание, часто в хронической форме. Например, у хряков вообще это может быть латента на внутренней поверхности бедер, а также на коже мошонки. У свиноматок в основном поражение в области холки, спины, а также внутренних поверхностей ушных раковин, может быть на морде, вокруг глаз. Взрослым животным это также доставляет беспокойство, они постоянно трутся мордой о клетку, о кормушку, таким образом далее распространяя клеща. Диагноз. Диагноз ставят по сути по эпизодическим данным, а также клинической картине. Они достаточно характерны и практически по ним мы можем уже определить наличие клеща. Но также мы можем использовать лабораторные исследования, мы можем делать соскобы. Так как этот клещ паразитирует внутри кожи под эпидермальным слоем, потому соскобы нужно брать лезвием скальпеля и достаточно глубоко до крови на границе пораженной зоны и здоровой зоны. Далее эти соскобы, эти лусочки обрабатывают с помощью основ каких-то калия OH, натрия OH, 50% растворы и на предметное стекло рассматривают под микроскопом, находя клещей. Есть и другие методы, есть мортальные методы, витальные методы. Но честно говоря на практике мы очень редко или вообще их не используем. Мы ориентируемся на клинику и эпизодические данные. Из эпизодических данных характерно поражение мною животных, передача клеща от свиноматки поросятам, от поросят к поросятам и от взрослых животных взрослым животным. Из клиники мы уже говорили какие признаки. Лечение. Чтобы искоренить саркоптос в хозяйстве или в частном дворе, нужно комплексно подойти к решению этой проблемы. Во-первых, нужна одновременная обработка всех животных во дворе или в хозяйстве. Абсолютно всех. И тех, у которых уже есть клинические признаки саркоптоза или чесотки, и тех, у которых вы еще этого не наблюдаете. Обрабатываются все животные. Причем обрабатываются дважды, а при потребности, если сильное поражение, и трижды, и четырежды. Ну, минимум это дважды. Летом это интервал обработки 7-8 дней, зимой интервал обработки 10-12 дней. Второе. Это дезакоризация. То есть, уничтожение клеща во внешней среде. Мы же говорили про то, что он может жить до двух недель во внешней среде. И после каждой обработки животного, лечебной обработки, мы должны убрать в помещении, провести дезакоризацию с помощью, например, можно использовать паяльную лампу или горелку, которые всегда есть в хозяйствах. Это баллон, горелка. Или можно использовать 10-20% раствор хлорного вопна. Можно также использовать современные дезинфицирующие средства, например, Броводес, фирмы Бровофарма, в 4% концентрации. Далее мы должны провести побелку. И далее тогда уже пускать свиней в это помещение. В этот период мы должны выделить свиней в отдельное помещение. А потом провести, соответственно, обработку того помещения. То же и касается, когда мы одних уже свиней вывели и планируем завести в это помещение новых свиней. У нас должен быть санитарный разрыв. И обязательно провести все эти комплексы мероприятий. Если в помещении влажно и нет вентиляции, нужно подумать о том, как сделать вентиляцию и убрать лишнюю влагу с помещения. Кормление. Обязательно нужно наладить нормальный рацион кормления свиньям. Нужно ввести белок, чтобы обеспечить протеином свиней. А также витаминоминеральный премикс. Следующее. Это дегельминтизация. Если свиньи заглищены, обязательно нужно провести дегельминтизацию. Потому что, вы знаете, паразиты выделяют токсины в организме, продукты своей деятельности. Отравляют организм. А также иммуносупрессорные факторы. Понижая иммунитет и резистентность свиней. Делая их более чувствительными к клещу. Какие же именно препараты используют для лечения? Используют разные препараты. Это могут быть и препараты внешней обработки. Это могут быть инъекционные препараты. Это могут быть препараты, которые задаются с кормом. Но начнем из препаратов, которые более всего распространены. Это внешние. Это акроцидные эмульсии, из которых вы готовите растворы в теплой водичке. И обрабатываете то ли опрыскиванием из пульверизатора, то ли просто берете мочалку из поролона и полностью омываете животное. Опять же, обратите внимание, что обязательно нужно обрабатывать полностью, полностью. Все тело животных, всю кожу, и внутренние поверхности ушей, и морду, и спину, и живот, и бедра, и внутренние поверхности бедер полностью. Потому что клещ может поселяться в любом участке, фактически в любом участке тела. И даже, даже на конечности, даже на дистальных отделах, нижних отделах конечности может поселяться. Особенно у взрослых животных, свиноматок и хряков. Обработки нужно делать дважды, как я говорил, летом в режиме 7-8 дней, зимой в режиме 10-12 дней. А также, если есть такая потребность, если сильная очень степень заболевания, можно эти обработки повторять и трижды, и четырежды. Далее, инъекционные средства. Из инъекционных средств, это препараты из группы ивермектинов, например, мы используем бровермектин. Дозировка 1 мл на 33 кг массы тела. Обработки дважды с интервалом 8-10 дней, а при тяжелых случаях можно и третий раз обработать. Это суспензия, она густая, маслянистая. И нужно иметь в виду, что она достаточно агрессивная при введении под кожу. Вводится она под кожу, и если доза более 5 мл, обязательно делится пополам. А лучше даже если доза и 4-3 мл, все равно делить ее пополам. Имейте в виду, что вводится она именно подкожно. То есть, если мы вводим ее в области шей, шейных мязов, то если внутримышечная иголка заходит прямо, то при подкожных она заходит под таким углом. И важно это проконтролировать, потому что очень много есть случаев, когда попадание лекарств в мышцы вызывает нарывы, абсцессы. И, естественно, эффективность понижается препаратов. Очень нужно быть осторожным в использовании инъекционных ивермектинов для лечения поросят. Особенно поросят весом меньше 14 кг, потому что ивермектины имеют гипототоксический эффект, особенно у молодняка. Далее, у молодняка тоже важно очень определить точный вес животного, чтобы точно задать ему этот препарат. Далее препараты, которые задаются с кормом животному. В нашем случае в Украине это препарат Бровермектин гранулят. Он задается групповым методом животным. Из расчета 2 грамма на 10 кг вы определяете группу животных, определяете их вес, рассчитываете количество гранулята и смешиваете его с 7-дневной нормой комбикормов. И на протяжении 7 дней вы задаете этот препарат. Курс можно повторять через 7 дней. Если вы не добились желательного эффекта, вы можете повторить курс снова. Заметьте, друзья, что если сильная степень поражения, можно комбинировать разные виды лечения. Например, можно взять внешнюю обработку с помощью эктосана, сибацилла, неоцидола и других неостомозана, других средств. И инъекцию Бровермектина. Или наоборот, внешняя обработка и с кормом дать Бровермектин гранулят. Также не лишним будет для ускорения отторжения этих черных корочек, не лишним будет применение таких препаратов, как техническое масло, солидол, также деготь березовый или буковый деготь. Но, опять же, хочу, чтобы вы запомнили, и это очень важно, не надейтесь, что эти сами препараты, деготь, техническое масло, перероб и другие, они сами вылечат от саркоптоза. Нет, этого не будет. Вы просто хронизируете и доведете до истощения животных. Они могут идти как только вспомогательные средства на фоне основного лечения. Вот, друзья, собственно, и все, что я хотел сказать по этому заболеванию, исходя из своей практики, своего опыта. Заболевание – это реальная проблема в свиноводстве, причем не только по всей Украине, я думаю, и в России, и в Европе, и в других странах мира. Но, опять же, хочу повториться, что эффективность борьбы зависит от решительности действий и комплексности подхода. Потому что я знаю, что во многих хозяйствах, где люди не имеют такой воли, такого желания борьбы с этим заболеванием, оно десятками лет процветает. Да, в некоторых хозяйствах оно как более хроническая инфекция, которая явно, нет признаков явного исхудания, летальных исходов и такого всего. Вот, а в некоторых это достаточно остро стоит, особенно, особенно на молоднях. Друзья, делитесь своим опытом борьбы с саркоптозом свиней, оставляйте свои комментарии, лайки, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новыми видео и берегите своих животных. До свидания. До свидания. До свидания.